Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Я рекомендую вам посмотреть два предыдущих эпизода, потому что сегодня уже третья часть этой темы. Вы сможете получить больше, если посмотрите и два предыдущих эпизода. Это будет для вас благословением. Мы учим о том, как Бог избавил свой народ из Египта и не только вывел их из чего-то, но и собирался их во что-то ввести. Он хотел ввести их в их собственную землю. Он хотел превратить их из рабов во владельцев. И Ему нужно было их сотрудничество, их вера, их согласие, чтобы исполнить Его план в их жизни. Я вам скажу, у Бога есть план для каждого из нас, но Он не исполнит, да и не может исполнить Его без нашего согласия. Бог никогда не станет нам навязывать Свои благодеяния. Он никогда не будет силой заталкивать нас в центр Своей воли. Вот почему Ему угодна вера. Вера открывает двери, чтобы Он мог действовать нам во благо, вводя нас в Свою волю. Вера – это открытая дверь. Нехватка веры – это закрытая дверь. И Бог не может сделать для нас то, что Он хочет. Итак, вера – это просто согласие с Богом. Верить – значит сказать, да, я согласен с тем, что у Тебя есть для меня, я хочу этого. Мы каждый день решаем жаждой того, что есть у Бога. Аминь. Итак, Бог хотел не только избавить Свой народ из плохой ситуации, но и ввести их в самое лучшее. У Него была для них земля, текущая молоком и медом. Земля изобилия. Бог выбрал для них лучшее. Когда Бог – ваш агент по недвижимости, вам понравятся ваши владения. Вам они понравятся, если ваш агент – Бог. Так? Бог сказал Моисею послать Сагледатая посмотреть землю и отчитаться перед народом. И Моисей послал никого попало, а глав каждого из двенадцати колен. То есть тех, кому народ доверял, чьи слова были весомы для народа. Итак, двенадцать сагледатаев были посланы, и двое из них вернулись со словами веры. Иисус Навин и Халев вернулись со словом Божьим на устах. Они согласились с тем, что Бог сказал о земле. Остальные десять решили принести слова «сомнение» и «неверие», озвучить негативные выводы. Видите соотношение? Десять негативных к двум положительным. Давайте позаботимся о том, чтобы в наших устах всегда были положительные слова. Принесшие худую молву поколебали народ, вселили в людей страх. Десять сагледатаев, вернувшихся со словами «сомнение» и «неверие» с худой молвой, только и говорили о великанах, только и говорили о противостоянии, только и говорили о своей неспособности. Но Иисус Навин и Халев вернулись с тем, что Бог сказал «Мы можем, пойдем прямо сейчас и завладеем землей». И мы видим, что большинство народа поколебалось и согласилось с большинством сагледатаев, с их худой молвой. Знаете, каждый раз, когда Бог вам что-то предлагает, от вас требуется вера, чтобы это произошло. Бог предложил им землю, но они не собирались применить для этого веру, и Бог не мог помочь им продвинуться дальше. Только когда мы двигаемся в вере, Бог может продвинуть нас в нечто большее. Знаете, всему, во что Бог хочет вас ввести, дьявол будет противостоять. Запомните, все доброе столкнется с противостоянием. Это просто часть процесса продвижения. И именно этому мы стараемся научить в последних передачах, как правильно мыслить о противостоянии. Просто знайте, у всего доброго будут враги. Вам нужно выйти навстречу врагу и победить, а столкнувшись с врагом, нужно правильно мыслить. Не принимайте мысли, навязываемые противостоянием. Держитесь за те мысли, которые дает Бог. Его Слово — это Его мысли. Что Бог сказал вам в Своем Слове, и что Бог сказал конкретно вам. Держитесь за то, что Бог вам сказал. Так вы переправитесь на другую сторону противостояния, и сможете мыслить правильно, когда противостояние будет предлагать вам неправильные мысли. Вот почему так важно, когда начинают звучать сомнения, не верить им. Когда начинает говорить неверие, не верить ему. Как же не поверить худой молве? Ответьте тем, что говорит Бог. Когда противостояние начинает говорить, вам нужно что-то сказать в ответ. Говорите то, что говорит Бог. Когда симптомы начинают говорить с вашим телом, боль начинает говорить с вашим телом, Ответьте. Скажите, ранами Иисуса я исцелен. Вот что я имею в виду под ответом противостоянию. Все, что стоит на пути к тому, что Бог вам дал, ожидает вашего ответа. И вам нужно что-то сказать. Мы видим, что Иисус Навин и Халев придерживались правильного мышления, а десять соглядатаев приняли неправильное мышление. Иногда легче согласиться с тем, что неправильно. Почему? Потому что неправда звучит так громко. Она так и лезет на глаза. Мне не важно, как громко она звучит и какой огромный выглядит. Если это не то, что говорит Бог, это неправильно. Не соглашайтесь с этим. Давайте еще раз прочитаем некоторые стихи из 14 главы чисел, чтобы помочь вам наверстать то, что было в предыдущих эпизодах. Числа 14-7. После того, как десять соглядатаев высказались негативно, им ответили Иисус Навин и Халев и сказали всему обществу сынов Израилевых. Земля, которую мы проходили для осмотра, очень и очень хороша. Если мы будем угодны Господу, то Он введет нас в эту землю и даст ее нам, землю, в которой течет молоко и мед. Заметьте, они ничего плохого не сказали о земле, в которую Бог ввел их. Они не были сосредоточены на негативе. Десять соглядатых с худой молвой видели ту же самую землю, но, вернувшись, говорили о великанах, которых видели, о своей неспособности и бессилии. Но Бог же дал своему народу землю не на основании их способностей. Он собирался ввести их в землю на основании его способностей. Он собирался помочь им победить. И на этом сосредоточились Иисус Навин и Халев, на том, как хороша земля, и на том, что они смогут одолеть ее. И они предупредили, только против Господа не восставайте. Как мы восстаем против Господа, высказываясь против того, что Он говорит, вместо того, чтобы высказываться за то, что Он говорит? Итак, они сказали, «Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на съедение». Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их. Обратите внимание на правильное мышление Иисуса Навина и Халева по поводу великанов. Они не станут причиной нашего поражения, провала и проигрыша. Они наш хлеб, наше питание. Съедая встречающиеся нам противостояния, мы становимся сильнее. Мы подпитываемся, наша вера подпитывается, наша духовная жизнь подпитывается, наше хождение с Богом подпитывается, наше познание Бога подпитывается. Все подпитывается, когда мы съедаем противостояние вместо того, чтобы бежать от Него. Не сдавайте назад и не ждите, что все само уйдет и оставит вас в покое. Этого не произойдет. Каждый раз, когда Бог пытается ввести вас во что-то большее, а именно это Он стремился сделать для Своего народа, Он хотел превратить их во владельцев, в земли владельцев. У Него было для них нечто большее. Но каждый раз, когда у Бога есть для вас нечто большее, дьявол посылает противостояние в попытке остановить ваше продвижение. Знаете, любое противостояние пытается скрыть что-то хорошее от ваших глаз. Оно пытается встать между вами и вашим следующим продвижением, ростом, умножением. Оно пытается загородить от вас здоровье, исцеление, преуспевание, мудрость, мир. Противостояние всегда приходит от врага. И оно всегда пытается загородить то, во что Бог пытается вас ввести. Поэтому важно, как вы реагируете на противостояние. Нам нужно обновить свой ум и пропитаться тем, что сказали Иисус Навин и Халев. Я обожаю их слова. Это противостояние, которое мы видели, эти великаны достанутся нам на съедение. Что это значит? Давайте есть. Пойдем в эту землю и съедим всякое противостояние. Мы не побежим от него. Мы не откажемся от своего наследия, от того, что Бог нам дал, ради облегчения. Мы не пытаемся облегчить противостояние. Мы его едим. Аминь. Часто люди просто хотят, чтобы дьявол оставил их в покое. Он не оставит вас в покое. Он будет толкать и толкать и толкать вас назад. И вам нужно остановить его, просто съев противостояние. Аминь. Как съесть противостояние? Говорите ему слово Божье. Вот как. Написано, что великаны – хлеб для нас. Невозможно есть хлеб, закрыв рот. Нужно открыть уста и говорить. Нужно говорить слово противостоянию. Говорить слово врагу. И, как я уже говорила, чем хлеб горячее, тем он вкуснее. Так что, чем безумнее противостояние и чем горячее угрозы врага, тем лучше их есть, пока они по-настоящему горячи. Не оставляйте их на месяц на столе, позволяя им разрастаться в вашей жизни. Разглядывая их так долго, труднее будет их проглотить. Нет, не откладывайте это в долгий ящик. Преодолевайте противостояние сразу. Аминь. Давайте откроем первую главу филиппийцам. Прочитаем из первой главы послания филиппийцам в расширенном переводе. Как я уже говорила, нам необходимо правильное мышление о противостоянии. Не рассматривайте противостояние как что-то негативное. Увидьте в нем возможность роста и укрепления. Аминь. Не поймите меня неправильно, мы специально не ищем противостояние. Оно просто приходит. Но когда оно приходит, мыслите правильно. Это мой хлеб, это мое питание, оно напитает мою духовную жизнь. Моя мама так замечательно готовила. И в детстве хлеб был на столе при каждом приеме пищи. И видя хлеб на столе, мы не были ошарашены. Почему на столе хлеб? Потому что он часть питания. Он часть приема пищи. Точно так же не будьте ошарашены, когда возникает противостояние. Не бойтесь и не беспокойтесь, говоря, «Очевидно, моя вера не работает». Нет. И при действующей вере противостояние все равно приходит. Приход противостояния не значит, что ваша вера не работает, что слово не работает, что Бог не действует. Не будьте ошарашены приходом противостояния. Филиппийцам 1, 28, в расширенном переводе. «И ни на мгновение не страшитесь и не пугайтесь ни в чем ваших оппонентов и противников, поскольку такое постоянство, когда вы постоянно стоите на слове, поскольку такое постоянство и бесстрашие будет для них явным признаком, доказательством и печатью их неминуемого уничтожения. И ваше постоянство и бесстрашие – это верный знак и свидетельство вашего избавления и спасения. И это от Бога. Аминь. Не вы это совершаете. Бог это совершает. Если вы будете отстаивать свою позицию, Бог вас поддержит. Его сила вас поддержит. Однако, если вы покинете свою позицию, бросите слово, ему нечего будет поддержать. Он может поддержать только свое слово. Стойте на слове, держитесь слово. Как, пастор Нэнси? Постоянно говорите его. Постоянно говорите слово. И говорить не значит жаловаться. Знаете, жалобы – это признак неправильного мышления. Жалобы отодвигают победу. Радость, хвала и провозглашение Слова Божьего ускоряют победу. Мне так дорого, что это местописание говорит нам не показывать врагу испуг, не показывать свой страх. Дьявол не всеведущий. Он знает только то, что вы ему показываете. Бог всеведущий, но не дьявол. И, видя страх на вашем лице, он узнает о том, что происходит у вас внутри. Он узнает что-то о том, как вы мыслите, о том, во что вы верите в сердце. Аминь. Послушайте, если вы рождены свыше, дьявол не в вас. И он не знает, что происходит в вашем духе. Вы показываете ему, что в вашем духе, тем, что вы говорите. И он наблюдает даже за вашим лицом. Так что никогда не позволяйте страху отражаться на вашем лице. Аминь. Аллилуйя. Помню, мой брат рассказал мне историю об одном боксере. Несколько десятилетий назад проходил боксерский поединок, которого в США все ждали с огромным нетерпением. Это был бой между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером за титул чемпиона в тяжелом весе. Один знакомый моего брата позже разговаривал с Джо Фрейзером. Он спросил его, «Вы когда-либо испытывали страх на ринге?» И тот ответил, «Мне никогда не было страшно на ринге, кроме одного раза». И на вопрос, «Когда?» Он ответил, «Во время поединка с Мохаммедом Али». Я нанес удар, и во время удара я услышал, как сломалась челюсть Мохаммеда Али. Я услышал это. И я подумал, «Бой за мной! Бой за мной!» И вдруг Мохаммед Али поднял опустившуюся голову и улыбнулся мне. И я про себя подумал, «Я мертвец». Почему? Потому что реакция Мохаммеда показала его мысли об исходе этого боя. Может, челюсть была сломана, но бой не был закончен. Аминь. Вот о чем Павел говорит нам в этом месте Писания. «Никогда не показывайте испуг, никогда не показывайте страх, ни на мгновение не страшитесь ничего, что от врага». Почему? Потому что тот, кто в нас больше. Если мы сдаем назад, если мы показываем страх, мы забываем, кто действует в нас, кто на нашей стороне. Откройте, пожалуйста, 1 Петра 4. 1 Петра 4, с 12 стиха. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь». Люди задаются вопросом, «Почему это происходит со мной?» «Потому что Бог стремится ввести вас в нечто большее». Аминь. Когда вы живете в воле Божьей, повинуетесь Богу, будет противостояние просто вашему повиновению. Это не значит, что слово вас подводит. Это не значит, что вера терпит крах. Не говорите, «За что это мне?» Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Посмотрите, но радуйтесь. Вот что нужно делать, когда приходит противостояние. Радоваться, потому что это обескураживает врага. Когда он приходит и наносит свой самый большой удар, а вы начинаете радоваться в Господе, он этого не понимает. И радость открывает дверь для Божьей силы, чтобы она начала действовать для вас. Потому что, радуясь, вы признаете, «Мне не нужно с этим сражаться. Тот, кто во мне, больше, и Он действует во мне». Когда вы радуетесь, видно, что вы помните того, кто в вас. Полагайтесь на Него, что Он все совершит. Не ваше дело совершать, ваше дело верить. И показывать, что вы верите своими словами и делами. А сила – это уже Его часть. Аминь. Он дает вам одержать верх. И 13 стих говорит нам, как реагировать на противостояние. Но как вы участвуете в крестовых страданиях, радуйтесь. да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Что такое слава? Это когда приходит победа. Когда вы войдете в победу, вы войдете в новый уровень славы. Аминь. А радость – это часть пути туда. Аминь. Аллилуйя. Итак, Павел в послании филиппийцам и Петр в своем послании говорят нам, как правильно мыслить о противостоянии. Аминь. Пожалуйста, откройте со мной первую книгу царств, 17 главу. Я хочу, чтобы мы кое-что увидели в этом известном месте Писания. Выступая против Голиапа, Давид совершенно не страшился его. Ему не терпелось сразиться с великаном. Правильное мышление не вселяет страх. Аминь. Как же Давид не ужаснулся, увидев Голиафа? Он уже сталкивался со львами и медведями и уничтожал их. Он не бежал к папочке. «Папочка, сделай что-нибудь». Он давал отпор и побеждал. И я вам скажу, победы затягивают. Все идет по нарастающей. С каждым противостоянием внутри нарастает духовный импульс. И вы просто идете, даете отпор и побеждаете. Конечно, Давид победил Голиафа. Он был готов к этому противостоянию. Почему? Потому что он уже съедал предыдущие противостояния. Съедая противостояние, вы готовитесь к будущим противостояниям. И с каждым разом получается лучше. С каждым разом становится проще. Почему? Потому что ваши навыки растут. Вы овладеваете этим мастерством. Итак, мы видим, что Давид совершенно не страшился. Как же он съел Голиафа? И как нам есть великанов? Открыв рот. Первое царство, 17-41 стиха. Мы знаем, что Голиаф угрожал Божьей армии. Он говорил, «Дайте мне человека, чтобы сразиться в поединке». И армия Божьего народа попряталась. Они боялись Голиафа. Но пришел Давид и удивился, почему вы прячетесь. И он сказал, «Я сражусь с ним». Видите ли, постоянно прячась, будет легче спрятаться и в следующий раз. А постоянно преодолевая противостояние, в следующий раз будет легче его преодолеть. Первое царство, 17-41. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду. Видите, Давид сказал, «Я сражусь с ним», хотя был подростком. А все остальные воины, обученные воевать, прятались. Их же не прятаться учили, их учили сражаться. Но они делали не то, чему были обучены. Слово учит нас вере. Делайте то, чему вы научены. Вы не научены сомневаться. Слово не учит вас сомневаться, оно учит вас верить. Оно учит вас говорить правильно, а не неправильно. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, «Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». Что это? Враг угрожает Давиду. Вы будете слышать угрозы. Аминь. Но после того, как выскажется враг, и вам будет что сказать. Именно так и поступил Давид. Давид дал великану высказаться. Вы не можете помешать противостоянию говорить. Ваша задача не в том, чтобы помешать дьяволу говорить. Ваше дело – не верить ему. Ваше дело – ответить ему, когда он закончит говорить. Аминь. У вас есть что сказать. И ответ Давида Голиафу состоял из семи частей. Во-первых, он сказал, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». Другими словами, ты поносил Бога, а не просто его армию. Ты поносил Бога. Во-вторых, «Ныне предаст тебя Господь в руку мою». Он был настолько уверен. Он не сомневался, не так ли? Он смело отвечал. В-третьих, он сказал, «И я убью тебя и сниму с тебя голову твою». В-четвертых, он провозгласил, «И отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным». Он не просто сказал, что снимет с него голову. Он сказал, «Я убью всю армию. Я доберусь до всей армии, как только покончу с тобой». В-пятых, он провозгласил, «И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». В-шестых, «И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь». То есть, избавление не в человеческих способностях, а в божественной помощи. В-седьмых, он провозгласил, «Ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Обратите внимание, Голиаф был для Давида возможностью продвижения. Давид в точности сделал то, что сказал, и это послужило его продвижению. Он получил награду. В чем заключалась награда? Во-первых, царь пообещал обогатить того, кто победит Голиафа. То есть, уже юношей Давид вошел в богатство. Почему? Потому что не убежал от великана, а съел его. Во-вторых, ему в жены была отдана дочь царя. Что это значит? Он попал в царскую семью, и все его потомки стали царской династией. В-третьих, он был освобожден от налогов. Голиаф стал для него огромной налоговой льготой. Итак, кем был для него Голиаф? Способом продвижения. Любое противостояние станет для вас продвижением, если вы ему ответите, если вы съедите этого великана вместо того, чтобы убежать от него. Аминь. Бог предназначил вам возрастание. Аминь. Аллилуйя. Я так ценю слова человека, который многие годы был нашим пастором. Он сказал, «В 85 дайте мне гору полную великанов, и я заколю их и удобрюю землю их трупами». Что это значит? Он всегда был в поиске следующей возможности победить. Он не искал возможности сбавить обороты. Знайте, Слово Божье преобразит вас в того, кто правильно мыслит, правильно говорит и берет свою победу. Аминь. Победа вам принадлежит. Я говорю, победа вам принадлежит. Ваша победа ждет проявления вашей веры. Она ждет, чтобы вы говорили то, что говорит Бог. Провозглашайте исцеление, которое вам принадлежит, победу, которое вам принадлежит, мир, который вам принадлежит, обеспечение и избыток, которые вам принадлежат. Во имя Иисуса. Аминь. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok